Администрации города Воткинска и МУП Водоканал проходят встречи с жителями Воткинска по вопросу передачи водоканала в концессию. На нескольких встречах побывала и наша съемочная группа. С 11 до 15 ноября в Воткинске проходят встречи с населением. Вопрос более чем актуальный для горожан. Передача муниципального унитарного предприятия Водоканал в концессию. В начале встречи директор Водоканала Олег Бедышев пояснил, для чего такая мера и что она даст городу. В городе Воткинске сейчас мы находимся в стадии инициативной концессии. То есть в администрацию города Воткинска обратилась организация ОРТК с целью инициации концессионного соглашения в отношении системы водоснабжения и водоотведения. То есть и начался, так скажем, процесс, процедурный процесс. То есть что предлагает концессионер? Констессионер предлагает в рамках концессионного соглашения провести реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения. То есть стоимость, стоимостные параметры, то есть объем вложений порядка 2 миллиардов рублей. Что здесь имеется в виду? То есть примерно миллиард рублей уходит на систему водоснабжения и примерно миллиард рублей уходит на систему водоотведения. То есть все параметры концессии, то есть те объекты, которые должны быть сделаны, года, деньги, они все разложены, все находятся в публичном доступе и могут быть, то есть любой желающий может посмотреть эти так называемые финансовые модели. Для чего это делается? То есть почему это делается? То есть это единственный способ на сегодняшний день привлечь инвестиционные деньги в систему водоснабжения. То есть очень многие задают вопрос, почему мы не пошли к путем инвестиционной составляющей, то есть так называемой инвестпрограммы. Ну как бы это вполне справедливый, вполне правильный вопрос. То есть я на него отвечу. У нас, то есть инвестиционные программы не подразумевают наличие долговых обязательств предприятия. Они есть. Это основная сложность. И второй момент, то есть тело тарифа, оно деградировано в принципе, поэтому при помощи инвестиционной составляющей мы не сможем восстановить те статьи затрат, которые необходимы на текущий ремонт. То есть мы все видят, что действительно любой текущий ремонт, любая авария, которая происходит в Откинске, сопряжена с большими отключениями. То есть это надо понимать. И вот эти моменты мы не сможем отрегулировать инвестпрограммы. Поэтому было принято решение идти по пути конституционного соглашения. Это единственный способ сейчас каким-то образом реанимировать систему водоснабжения и водоотведения. В этом году специалистами водоканала совместно с автономной некоммерческой организацией Центра развития дизайна городской среды и энергосбережения была проведена большая работа по техническому обследованию всех сетей водоснабжения и водоотведения в Откинске. По ее итогам мы имеем неутешительные цифры. На сегодняшний день износ сетей водоснабжения составляет 97%. Систем водоотведения 75% отметил директор водоканала. На встрече от жителей в Откинске звучало и множество интересующих их вопросов. Есть ли какой-либо документ официальный, чтобы избежать кривотоков и доведения населению информации полной, чтобы они принимали исследования самих сетей? И в каком виде он вообще существует? Почему к этому пришли? На основании чего? Документ есть, он выложен официально на сайте. Это называется «Схема водоснабжения и водоотведения города Лоткинска». Она была разработана лет... Ну, началась ее разработка лет 6 назад. Разрабатывал эту схему Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики, переправительство Удмуртской Республики. Эта схема живая, она постоянно актуализируется, то есть постоянно проводятся обследования, какие-то исследования, и дополняются, и, так скажем, актуализируются. Откуда взялись все, так скажем, предполагаемые мероприятия консессионера? Они взялись именно из этой схемы. То есть там прописано и написано все, что нужно сделать, как бы, что необходимо сделать, как необходимо сделать. Это, естественно, в открытом доступе можно взять, посмотреть. То есть и исходя из этой схемы, и родилось то предложение, которое сейчас транслирует нам предполагаемый консессионер. Вот вы говорите, у вас учритель, 50 миллионов, так ведь? Он вливает в водоканал. Государственный учритель. А сейчас почему государство-то не может сразу влить в водоканал эти бабки? Коллеги, давайте я немножко поясню. Вот, смотрите, Эльдар, Эльдар, все понятно. Все понятно. Давайте, мы вопрос ваш поняли. Смотрите, предприятие является на 100% учрежденным правительством Нурской Республики. Финансовую деятельность оно осуществляет самостоятельно. Участвуют в строительстве объектов, котельные строят, да. То есть у них экономика своя. Они не субсидируются из бюджета. То есть это многопрофильная компания, которая зарабатывает дополнительные деньги самостоятельно. Это частные деньги? Нет, 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 нет. Но водоканал будет мук или нет? Водоканал будет мук. Он будет муниципальный. Водоканал остается муниципальным. Секундочку, вот смотрите, мы вам только что говорили. Что заинтересованы предприятия, это значит? Если все в водоканале так плохо, трубы плохие, все плохое. В чем заинтересованы предприятия, берет такой водоканал? Вот смотрите, у нас, давайте вернемся, в городе... Частник деньги зря не даст. Частник, да. Да. Частник, да. Ему нужна прибыль. Все понятно. Он будет такой. Все правильно вы говорите. Все правильно вы говорите. Почему сейчас это все нельзя сделать? Если так же остается муниципальным. Первое, уважаемые товарищи, у водоканала за прошедшие там 10 или 7 лет копится задолженность. На сегодняшний день... Это народ просто, вот и все. Не, ну вам ответить или не надо? Немножко аппетита умерки. Давай, вам отвечать или не отвечать? Отвечайте. Мы уже напрямую оплачиваем сейчас водоканалу уже не менее 5 лет. Нет, ну смотрите как, давайте я возьму слово по поводу водоканала. То есть, коллегам сложно отвечать за это дело. То есть, еще раз повторяемся, что водоканала тариф недостаточно. То есть, на сегодняшний день, просто маленький пример, я уже повторю еще раз. Капитальный ремонт в теле тарифа 0 рублей 0 копеек. То есть, это говорит о том, что мы, по сути, денег нам на ремонт не выделяется никаким образом. И в плате за воду в тарифе он не включен, капитальный, вы понимаете? Поэтому вся проблема-то и стоит, что мы не можем ремонтировать трубы, мы не можем этого делать. И когда это нужно было делать своевременно, там 10-15 лет назад, этого не делалось, понимаете? Сейчас просто подошел, подождите секунду, и подошел вал, который нужно разом сейчас вложить большие деньги. Поэтому и концессия, потому что нужны разом много денег. Вот просто нужно разом. А тариф разом намного поднять нельзя. Жест опубликовал в средствах массовой информации, что у нас с 2000 года тарифы не росли. Я вот вам сейчас зачитаю. В 2006 год у меня есть данные конкретно. Начало было 5,65 тарифов. В этот год поднялось на 16%, в следующий на 25%, на 25%, на 16%, на 15%, на 12%, на 12%. Реплику можно? Можно. От инфляции какая была в то время? Скажите, пожалуйста. Инфляция, 2008 год, подождите секунду. Инфляция не надо. Вот давайте так, давайте так, давайте так, давайте так, давайте так. То есть смотрите, у нас ситуация. Бензин, начало 15-го года, сколько стоил? Сейчас сколько стоит? Вопрос какой? Значит, как вы сказали, учредителем 100% установок капитала является МОПТ ПО ЖКХ. ГУПТ ПО ЖКХ. Я знаю, Антон вот это, знаю, прекрасно, сталкивался с ней. Значит, то есть, ГУП вложила 50 плюс 50, 100 миллионов в установок капитал. Сколько ООО своего установок капитала? И на что оно будет? Это же деньги приводятся? Нет, я еще раз, я вернусь обратно. ГУПТ ПО ЖКХ занимается экономической деятельностью. Она занимается строительством, оно занимается прокладком сетей, строительством новых котельных и так далее. То есть, за весь период своей работы у них есть определенные накопленные денежные средства, которые они вкладывают в свое предприятие ООО РТК дополнительно. Скажите, какова мощность водоканала, водозабора? 30 тысяч кубов в сутки. Сколько вы сегодня даете? Ну, это цифра плавающая, в среднем 20. В среднем 20. Какие потеряешь? Ну, около 40%. 40% еще раз, товарищи, в день они дают 20 тысяч кубов. 20 тысяч. А 40% теряется. Это теряется 8 тысяч кубов. Что такое 8 тысяч кубов? Это 133 железнодорожных цистерны. Если составить составы по 45 цистерн, это будет 3 железнодорожных составов в сутки теряется воды. Так вот, правильный вопрос. Куда? Поэтому мы и говорим о том, что нужно делать трубы, их нужно ремонтировать. То есть, понимаете, в чем дело? Так как она? Так все правильно, есть скрытые утечки. То есть, она же под землей. Конечно, конечно, просто от решето лежит труба. В этом вся проблема и существует на сегодняшний день. То есть, большие потери откуда не взялись? Они происходят из-за того, что труба просто гнилая, дрявая, она как решето. В этом вся проблема и существует на самом-то деле. Поэтому уйти стоит вопрос в ремонтах и капитальном ремонте. Я разговаривал с одним работником, рабочим, который держит в руках лопатки, который копает. Он говорит, вы знаете, может быть, даже концессия будет хорошо. В каком смысле? Столько, говорит, юристов, столько экономистов, столько начальников, столько заместителей. Может быть, новый будет концессионер и в разгоне будет. Это мнение рабочего водоканала. Вы мне ответили посредством. Я хотел бы дальше вас спросить. Почему в 16-м, в 19-м году, а в 16-м году, это тогда, когда первый раз было принято решение о концессии. Проголосовали в начале депутаты, и в том, и в другом случае, в начале против проголосовали. Проходит время, и депутат Бердышев, первый, находит якобы ошибку голосования. Давайте переголосуем. Значит, прошло время, обработали всех депутатов под разными способами давления. Все, проголосовали, и в конце сентября. Далее, вы говорите о том, что у вас в потере, что вы даете с чистого водозабора 12 тысяч кубов, по сути дела, полезных вы даете. А у вас самотечный водовод новый лежит, длиной 2,6 километра, где пластиковая труба лежит. Он примерно около 8 тысяч дает кубов. Вы это не знаете, они как бы не учрежденные идут. Это получается, получается уже не 12, а уже 13 тысяч кубов. А теперь давайте умножим на расценки на воду, на тарифы, какие суммы получаются? Получаются не те, которые у вас указывают в финансовом отчете. В финансовом отчете за 18 год у вас указано 168 миллионов. Доход будет уже значительно выше, где-то 190 миллионов будет. Вы же продали воду, получили деньги. Если бы эти деньги у вас собрали, у вас бы хватило бы, и на водопровод хватило бы, и хватило бы на канализацию. Та теория о том, что сразу перекладывать все трубы, это... Это нереально. Это, во-первых, нереально. И, во-первых, это технически неграмотное решение. Вы хотите, нужно решить, ремонтировать по дире выгода. Назовите зарплату директора. У меня данные, моих данных, 150-200 тысяч. Далее, главный экономист и главный юрист. По 96 тысяч рублей в месяц. Назовите или проверните меня. Нет, вы официально заявляете это или как? Просто хочу понять. Вы просто сейчас вкидываете какие-то цифры, так скажем. Значит, моя декларация доходов находится в свободном доступе. Вы можете ее взять и посмотреть. И не будет у вас фантазии. Многие присутствующие горожане на встрече были возмущены и не согласны с повышением тарифа на воду. 32 рубля 73 копейки вода. 32 рубля 73 копейки. Холодная. А сейчас 23. Я тоже 32 считаю. Вы сказали 78. Нет, 78 это вы играете. Это вы сейчас сказали 78. Так, значит. Это водопиение будет стоить 28 рублей 35 копеек. Так я эти цифры взял. А дальше начинается водоотведение мы увеличили, холодную увеличили, горячую воду. Надо теперь эту взять, горячую воду и нагреть. То есть холодную. Это все считается. Безусловно. Милицейский подход. Расчленить поселение на части. Провести собрание и сказать, что все обговорили, все одобрили. Ребята в конце все вперед. Мы специально написали в те войны, чтобы провести слушание. Ребята из администрации, даже не глава города, он сейчас не ставит ни одной подписи на закумане. Его что-то подписывают заместители. И вот уважаемый заместитель главы администрации Гридякин пишет нам, что это не положено. Это не предусмотрено законодательством в конце сессии. Да, все верно. Я отвечаю вам и отвечаю Амельяновичу, кстати, глава, председатель Городской думы. Отвечаю, что ребята, читайте документы. Закон, 131 закон, по месту самоуправления, он говорит о том, что если инициатива населения, решение по публичному слушанию принимает депутаты Городской думы, а не администрация. Новость о том, что МУП «Водоканал» планирует передать в концессию, вызвала среди горожан бурные обсуждения. Конечно, в первую очередь жителей волнует дальнейшая судьба предприятия и его сотрудников, а также возможный рост тарифов. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Водкинске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова